а салам алейкум варахматуллаху баракятуху рада всех приветствовать на своем канале у нас видите снег в горах холодно ветер сильный но несмотря на это по просьбам подписчиков я хочу рассказать о таком растении и она очень широко применяется лечебной практике и она широкого спектра действия и практически я во все сборы тоже добавляю либо корни либо листья значит этого растения и растение это дикорос такой как лопух растение это двухлетние либо многолетние известно более 20 видов этого растения но вот лечебной практике широко применяется наиболее это два вида лопуха значит это лопух большой вот и а также лопух войлочный войлочный еще он называется также паутинистый вот эти два вида они применяются лопух относится к семейству сложноцветных и вот этот вот лопух большой у него вот эти вот шишечки они такие как на колючке больше похоже а вот у лопуха войлочного или же паутинистого как будто бы такой паутиной или войлоком покрыты вот эти шишечки за это он такое название получил растение листья этого растения собираются в основном нас тут уже пораньше чуть-чуть где-то с мая с конца мая в июле июне июля августе в общем собирается в основном листья этого растения иногда вот эти вот тоже используется его вот эти шишечки потом уже в сентябре глубокой осенью и даже когда морозы ударят можно и ушей корни выкапывать начиная с сентября и использовать корни вообще растение она целиком все сплошь полезная значит это и вот эти листья и стебли и корни вот эти шишечки сами сами в его плоды и там семянки значит есть прежде всего хотелось бы отметить что лопух в особенности лопух большой а то хотя и дикорастущая то же время это съедобное растение которое обладает еще лечебными свойствами это съедобное растение так как растение богато инулином белковыми веществами жиром корни и молодые стебли лопуха восточных странах считается вот восточных странах считается пищевым продуктом и его нередко разводят в огородах это япония китай и вот эти корни и молодые стебли лопуха едят сырыми вареными печеными там жареными кладут супы вместо картофеля используется делают из них котлеты высушивают корень значит перемалкой в мку добавляют и так далее получает даже из него кисло-сладкое повидло как я уже вначале как я уже вначале сказала лопух он широкого спектра действия еще я просто назвала его это чудо растения она используется при очень лечение очень многих заболеваниях я просто сейчас перечислю его свойства это и патагонное свойство у него мочегонное есть как жаропонижающие при температурах противополит противовоспалительное его свойства антитоксичное витаминная сахара снижающая как слабительное тоже желчегонным действием она обладает противозудная лопух используется в лечение очень многих кожных заболеваний практически всех и противопухолевое и кисты он рассасывает также ну вот я сейчас еще дальше расскажу немножко как разные части растения применяются и в зависимости от этого на разные значит заболевания действует вот начнем прям со свежего листа вот свежий лист лопуха нужно прикладывать вот той страной который к земле близко вот эта белая сторона есть пушистая вот прикладывается например при различных болях боли в пятки в даже вот шпоры пусть это будут боли в суставах значит при цистите даже прикладывали переставал вот этот цистит при различных вот таких состояний прикладывается лист свежего лопуха и очень эффективно значит снимает болевой симптом и в течение определенного времени например перестают вот суставы болеть пятки и так далее еще лист можно также прикладывать при фиброзно-кистозных мастопатиях вот прям на грудь прикладывается но еще пить там пропить надо курсом и тоже рассасываются вот эти фиброзно-кистозные мастопатии от свежего листа также вот этот лист можно еще перекрутить размельчить хорошенько так тоже можно прикладывать вот даже при фиброзно-кистозных мастопатиях при ушибах при травмах при отечности тоже можно прикладывать лист свежего лопуха тоже очень эффективно теперь а соки из листьев лопуха сок значит листья собираются майские прокручиваются но промывается прокручиваться через мясорубку отжимаются через марлю и вот эти вот значит отжимки тоже не выбрасывается кстати и сок он очень сильный он сильный значите как у лечение опухолей потом на определенное время конечно надо пропить различные кисты вот у меня были на щитовидки с помощью сока лопуха они рассосались вот потом сок очень сильный пьется он по столовой ложке где-то от чайной ложки несколько раз в день до еды вот но определенный промежуток зависимости от патологии смотря у кого как запущена потом значит от полипов еще даже у желудке тоже от болей различных потом вот эти отжимки тоже можно кушать можно значит отжимки оставить для маска для волос и вот значит еще сок или отжимки даже если кушать значит запоры стул налаживается запоры уходит боли в желудке вот очень эффективно все вот это вот убирает лопух ну на зиму значит тоже вообще засушенном виде тоже стоит эти листья засушивать они тоже эффективны надо собрать их и в тенечке так высушить некоторые не надо измельчать часть из них измельчить вот эти не измельченные их тоже можно потом над паром подержать и прикладывать при болях как и свежий лист но не так эффективно но все равно при ушибах различных вот у меня были листья дала обратилась значит соседка от ушиба и помогло я дала несколько вот таких прям целиком засушенных листьев потом можно из них этот наломать просто так вот можно порошок из листьев сделать вот про порошок тоже потом можно использовать так как и свежие листья их значит немножко пропарить и использовать при лечении вот этих же самых мастопатий еще значит в дальнейшем готовится настои из листьев отвары из листьев готовится вот и применяются они при запорах тоже при значит различных гастритах применяется для регулирования пищеварения 1 я иногда когда если бывает там какой-то застолье да и честно говоря я беру и вот эти листья завариваю как чай на ночь и пропиваю и вот сразу все легко становится в общем замечательно они тоже действуют вот из листьев также можно еще готовить и мазь мазь можно готовить из листьев лопуха которые можно использовать для нанесения при лечении артрозов артритов подагры и так далее теперь о корнях лопуха из корней готовят настойку используется 40 процентный спирт потом значит отвары готовят сухих корней настои готовят настаивают вот его вот когда долго отвар готовит и той что выпарить до половины объема надо взять так миллилитров 800 воды 2 4 столовые ложки добавить корней и потом значит до половины объема до 400 миллилитров довести вот это можно уже использовать в лечении значит матчу как мочегонная как патагонная при простудах на больного надо значит укутать вот если есть корни у нас можно вот так вот использовать при простудах вообще чем свежее корни конечно тем лучше вот применяется значит высушенный свежий вот порошок корней очень эффективно и после прием приема значит во время приема уходит вот такие симптомы как значит такие симптомы как боли в суставах вот скованность движения когда отстаешь и как бы вот не можешь сразу надо разойтись вот такие чувства уходят человек лучше двигаться становится подвижность улучшается в мышцах боли уходят различные в суставах в шейном грудном отделе как-то легче становится вот спине все значительно лучше ну не сразу конечно в течение где-то пяти шести дней надо пропить и уже сразу это все чувствуется конечно еще раз напомню что корни и вообще любой формы лопуха в любой форме пьют при различных кожных заболеваниях отвар сухих корней при экземии фурункулезе хорошо помогает при внутреннем применении а при наружном применении как я уже сказала из листьев нужно мазь сделать также корнем лопуха лечат ожоги нужно эти корни отварить и растереть со сливочным маслом вот это такой форме на ожоги на наносится и ожоги бесследно исчезает даже не оставляет после себя репей так называется лопух большой и репейное масло в том числе делается из корней и репейное масло используется значит для того чтобы хороший рост волос вызвать остановить выпадение образование перхоти также в лечение кожных заболеваниях используется это репейное масло это нейродермит экзема псориаз и так далее готовится оно на 500 граммов например оливкового или какого-то масла какого там сами хотите можно кунжутного значит надо 200 граммов корней измельченных прям чем меньше то чем лучше прям до состояния муки даже и вот это вот настаивается где-то три дня и потом после это помещается на водяную баню и выдерживается там на водяной бане 20-30 минут остужается и уже готово вот это масло оно используется как я уже перечислила при таких значит состояниях еще о цветах мы не сказали цветы тоже собирает сушат тоже можно использовать она цветы у них у лопухов это мощное противоаллергическое средство и при кожных заболеваниях используется и при бронхиальные астме в том числе используются вот эти цветы лопуха на месте цветов потом собираются когда уже все это цветет высушиваются вот эти картинки потом семена вымолачивают выбивает вот и я правда никогда не не вы не этот не использовала семена но читала в травниках что у семян сильное мочегонное действие вот и эффективность семена при лечении крыш позвоночника вот пояснично-кресцовых радикулитах вот и и также при лечении печени а именно цирроза печени эффективны семена